Волна протестов в США не спадает. Их участники говорят, что выступают против полицейского насилия и предвзят в отношении правоохранителей к афроамериканцам. Эта тема уже не раз поднималась в стране. Поводом к новым выступлениям стал инцидент в Миннеаполисе, где после жесткого задержания умер 46-летний Джордж Флойд. В Индианаполисе в ходе беспорядков погиб человек. В Вашингтоне в субботу вечером протестующие вступили в столкновение с полицейскими, охраняющими Белый дом. Президент США Дональд Трамп поблагодарил сотрудников спецслужб, которые, по его словам, эффективно обеспечили защиту Белого дома, но раскритиковал мэра Вашингтона Мэриал Боузер, которая, по его словам, не позволила столичной полиции вмешаться в происходящее в городе. Трамп назвал беспорядки профессионально организованными его политическими соперниками и пообещал «Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью». Смерть Флойда президент назвал трагедией, призвав Минюст ускорить ее расследование. В Лос-Анджелесе протестующие скандировали лозунги в нескольких дюймах от полицейских щитов. Правоохранители применили для разгона толпы дубинки и резиновые пули. В Филадельфии по меньшей мере 13 стражей порядка получили ранения. В Солт-Лейк-Сити демонстранты нарушили комендантский час, и губернатор штата Юта направил в город войска Национальной гвардии.